Ты что, Шервани? Шервани, можешь стоять! Просто стоять, Шервани! Стоять! Есть! Все! Победа! 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 Вырвал ногу! Вырвал! Третья золотая медаль у российской команды! Поздравляем Россию! Молодец, Шервани! Ждали! Обычный день олимпийского чемпиона. Дорога до родного спортзала, любопытные взгляды прохожих и мысли о предстоящих тренировках. О них Шервани Мурадов думает постоянно, даже сейчас, не восстановившись после операции на колено. Из личного дела. Мурадов Шервани Гаджукурбанович. Родился 20 июня 1985 года в селе Чапаево на Валакского района Республики Дагестан. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, чемпион России 2005 и 2008 годов, чемпион Европы 2007 года, чемпион Олимпийских игр 2008. Сейчас в ранге олимпийского чемпиона Шервани часто вспоминает, как все начиналось. Особенно, когда видит на ковре совсем юных мальчишек, которые только делают свои первые шаги в вольной борьбе. Сам он пришел в спортивную секцию в 11 лет. Вернее, по просьбе матери в зал его привел дядя. Но мальчик уже тогда изъявил желание заняться этим по-настоящему мужским видом спорта. Из личного дела. Ашат Абдулжалиловна Мурадова. Матч Рвани Мурадова. Родилась в 1963 году в селении Каньи Кулинского района Республики Дагестан. Работает консервом пенсионного фонда Республики по Ленинскому району города Махачкалы. Свободное время много было у него, а я целительной работе. И потом подумала, надо чем-нибудь ему заняться, чтобы улица не понравилась пока. И это время брату я сказала, давай его на спорт какой-нибудь, чтобы он начал заниматься. Время свободных мало было. Вот старший мой брат Ширвани тоже. Он взял его, отдал туда, на Динамо. Вначале это как бы была больше игра, наверное, относился к спорту как, наверное, просто развлечение. Со временем, конечно, интерес появился. Хотелось достигнуть высот и стал к этому стремиться. Опытный наставник Мерза Алиев не форсировал борцовскую подготовку новичка. Пусть обвыкнется, окрепнет. Нравятся игры, пусть резвится. Любит кувыркаться, тренер не возражает. Постепенно Ширвани втянулся в тренировки. После школьных занятий отправлялся в распоряжение Мерзы Эль Мурзаевича. Именно он своими стараниями вылепил из юноши великолепного борца. Из личного дела. Имман Мурза Эль Мурзаевич Алиев. Родился 29 сентября 51 года в селении Кафыр-Куму в Буйнакского района Республики Дагестан. Заслуженный тренер России – личный тренер Ширвани Мурадова. Его дядя, который учился со мной в УЗИ, тоже зовут его, кстати, Ширвани, он его подвел ко мне и сказал, это мой племянник, пожалуйста, посмотри за ним. Он физически отличался от ребят. Он опережал именно физической подготовки своих сверстников. Это, да, он с рождения, ну, видимо, у него гены такие или что там. Но он был крепенький мальчик, да. У Ширвани какая крутая спина. Любопытный парень в футбол играет. Вот такие косолапистые ножки немножечко, а мяч как у Марадона к ноге прилипает. Невозможно отобрать у него. И с огромной скоростью все делает. Думал ли Ширвани, сидя за школьной партой, что ему будет суждено добиться таких высот? Высот, о которых и мечтать-то могут не все. А он взял и добился. Пришел, увидел, победил. С первого же попадания на Олимпиаду Ширвани Мурадов золотыми буквами вписал свое имя в славную спортивную историю Дагестана и своего народа. Эй, тебя бросай. Эй, слышишь? Ты тебя бросай. Давай, давай, поработайте немножко. Ногой, ногой помогай, ногой. Это, это уже ошибка. Не спеши, руки соединять надо. Ажи, вот этой рукой за спину нельзя идти, надо за ногу держать, вытаскивать. Для Ширвани вольная борьба уже давно стала работой. Тяжелый физический труд отнимает массу сил и времени, но в конечном итоге приносит ему моральное удовлетворение и, конечно же, материальное благополучие. Глядя на Ширвани Мурадова, тысячи мальчишек, ведомые одной целью стать олимпийским чемпионом, начали штурмовать спортивные залы. Конечно, задержатся в большом спорте из них лишь единицы. Многие сходят с дистанции уже после первых соревнований. Свою первую медаль Ширвани и сейчас вспоминает с большой теплотой. Первые соревнования были в первенстве школы, в первенстве «Динамо». Это весовой категории 36 килограмм я выступал, я помню. У меня даже грамота есть, сохранилась она. Радость была, когда я получил эту грамоту. Я даже принес ее домой, я помню, каждый день на нее смотрел. После чего уже стремление было именно к медали, хотелось заработать медаль. Раньше грамоты давали на первенстве школах, а вот чтобы медаль заработать, нужно было выиграть турнир какой-то районный. Это было уже потруднее. И вот уже цель шла именно на медаль, чтобы заработать медаль. Вольная борьба заполнила его жизнь практически сразу. Уже в старших классах Ширвани понимает, он хочет посвятить себя этому спорту. Именно здесь, на ковре, он чувствует свою востребованность и уверенность в своих силах. Тренеры видят в начинающем спортсмене большой потенциал. У молодого Мурадова хорошая техника, парень не просто борется, он думает на ковре. А умение контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации делает его на голову выше соперников. После окончания школы перспективный вольник поступает в Дагестанский государственный педагогический университет на факультет физической культуры и спорта. Мои достижения помогали тоже при учебе. У нас и такой дикан был, такой очень хороший человек, Ариф Магомедович. Такое, я думаю, это не только с моих слов сказано. Это среди друзей, среди всех ребят на курсниках. Очень-очень уважали, его любили. Все ребята. Ариф Магомедович был такой, который помогал на самом деле и при учебе, у кого не получалось. Со временем в спортзале совмещать, он помогал, шел на встречу, был такой очень хороший человек. Чтобы заработать тоже понимание, конечно, нужно было и показывать себя на ковре, каких-то результатов достигать нужно было. И как бы это все совмещалось у него. С каждым новым турниром молодой Шервани Мурадов все увереннее заявляет о себе. Он практически врывается в большой спорт. Очередное соревнование и снова победа. Чемпионат России 2005 года в Краснодаре. Ярыгинский турнир 2007. И, наконец, первое место на чемпионате Европы. Первый, самый крупный успех. О молодом Мурадове, как о будущей спортивной звезде, заговорили специалисты вольной борьбы. Этот мальчик подавал хорошие, можно сказать, надежды. Надежды нашим болельщикам и тренерам. Видно было, что растет большой мастер ковра. Я могу вспомнить, что, проходя этот трудный путь, где-то в юношах и в молодежах, когда он еще выступал, не везло ему, не везло из-за того, что он встречался в первых кругах несколько раз с сильнейшими борцами, в том числе с Георгием Китоем. Они тогда в одном весе выступали. И по старым правилам, раньше были пульки, проиграв одну схватку, он, значит, не участвовал в утешительных и тем самым не попадал в сборные команды в своих возрастах. Но, тем не менее, было видно, что мальчик должен достичь результата, потому что был потенциал, была школа. Достаточно стремительно ворвался на, скажем, в литу вольной борьбы. На самом деле, очень быстро прошел путь от такого только-только вновь появившегося борца, когда мало кто его знал, до лидера в своем весе. Из отличительных качеств, которые я мог бы сказать, это в первую очередь целестремленность и настроенность на победу. Потому что его одна из таких самых отличительных черт, что выходил всегда из таких положений, из которых любой борец, может сказать, выйти практически невозможно. Говорит, вот то, что где-то, может, его даже не хватало технически или еще что-то, именно за счет этого характера, за счет воли к победе, желания победить, он достигал этого результата. И то, что его победы, что его приход был не случайным, он еще раз доказал на всем предолимпийском сезоне, когда выиграл все важнейшие старты. Когда он борется, бывает видно, что человек уверен в своих силах, человек уверен в том, что поработал, что готов на соревнования, и выходит и делает свое дело. Поэтому можно сказать, что человек нашел свое, как сказать, любимое дело, занимается своим делом. Поэтому у этого парня, хоть он еще молодой, но уже достаточно знаменит, олимпийский чемпион, я думаю, что еще у него много успехов впереди. Жизнь Шервани начинает постепенно меняться. Одни соревнования сменяются другими, ни на что, кроме спорта, времени не остается. В это непростое для спортсмена время рядом с Шервани находится его мама, самый родной человек и близкий друг. Она одна воспитала сына, сумела поставить его на ноги, заменить ему отца. А когда это было нужно, становилась его главным тренером, а слушаться которого он никогда не смел. Бывало, под утро, самый сладкий сон, я его бужу. Даже вот когда он не просыпается, представь себе, самый сладкий сон, зима, я иду водой, брызгаю ему. Вставай, вставай, иди бегать в горе. Дождь идет там. Я говорю, давай, ты не сахар, не растаешь. Вставай, иди. Чтобы она не сказала мой адрес, там, может быть, могла искать и мешок. Слово мешок, это тоже означало, я думаю, для того, чтобы я понял, что нужно сделать так, чтобы она не говорила на меня мешок, чтобы я старался еще больше, чтобы говорила молодец, молодец, молодец. И я думаю, это в любом случае была поддержка. После победы на чемпионате Европы о Шервани Мурадове заговорили, как о серьезном сопернике для олимпийского чемпиона Хаджимурада Гацалова. Осетинский борец, не знавший поражений после Олимпиады в Афинах, это понимал. И на схватке с нашим Шервани выходил особенно заряженным. На чемпионате России в 2007 году в Москве, окрыленной победой на турнире европейского уровня, Шервани немного не рассчитал свои силы в финальной схватке с гораздо более опытным соперником. Но и тогда специалисты были уверены, что Мурадов еще возьмет свое. Проигрыш, он больше зарядил меня, наверное, на тренировке. Что сказать самому себе, что нужно работать больше над собой, больше трудиться. У него настрой был, конечно, у него желание было такое, стать чемпионом Олимпийских игр. Это мечта любого спортсмена. И поэтому он даже в процессе подготовки очень серьезно относился ко всем тренировочному процессу этому. И зарядку не пропускал никогда. Даже работал больше, чем его соперники, его друзья. Видимо, он понимал, что только он сам себе может этим, как говорится, настроить и показать класс борьбы.